Я выражаю признательность вам за ту форму коллегиальной работы, которая у нас все-таки наладилась в республике. Это отмечают наши итальянские партнеры, с которыми вы сегодня встречались. У вас бизнес-миссия работает в Казани, и совершенно не случайно. Потому что... Звук добавьте, что-то, наверное, поближе микрофон возьми. Да-да, хорошо. Отлично. Так вот, как вы правильно сказали, само развитие и поиск новых решений и идей для нашего миллионного города, при той динамике, которую мы сейчас наблюдаем, возможно только при совместной работе. Не миллионный город, миллион 200. Да, совершенно правильно. Так вот, я представляю целый цикл работ, посвященных воздушному метро. Если вы помните, в 2010 году еще французы к вам приезжали, и был протокол о том, что компания Poma создаст трассу через Волгу. Сейчас этим же проектом заинтересовалась компания Lightner. Они сегодня здесь в городе. И я еще раз благодарен всем, кто принимает эту делегацию, потому что эти работы сложные. Это точная механика, австрийская, французская, итальянская. Вы отмечали в Европе работу этих систем устойчивых в городах. Вы были в Медельине, вы были в Сингапуре, везде работают системы. Мы первые в России, кто в Казань, привели и приводим эти технические решения. Получается так, что нужно подготовить кадры, нужно локализовать производство. Вышки – это очень сложная общественная система. Она нацелена по европейскому опыту и по азиатскому на обслуживание населения, на создание комфортного социального состояния города, когда каждый гражданин пользуется. Так вот, у нас получилось так, что и по трассе через Волгу до Иннополиса, поддерживаемой нашим Министерством транспорта, и по трассе Корстон, Иксель, к стадиону, к чемпионату мира, мы, к сожалению, не можем решить вопросы выделения земель из уличной дорожной сети, как не банально это звучит. Но как только мы уткнулись в отсутствие решения этих вопросов, там очень сложный регламент, у нас город исторический, мы все понимаем. Но, тем не менее, вот эти системы, они экономичны, экологичны, не можем поставить, хотя в этом году уже у нас срок внедрения, и вот наши итальянские и австрийские партнеры уже беспокоятся за репутацию. В планах правительство записано в 2015 году запустить. Мы готовы это выполнить. Все понятно. Да, спасибо. Мне показывали трассу с Корстона в сторону стадиона, да, Денис? Микрофон дайте, пожалуйста, Денис Геннадьевич. Вопрос, наверное, в том, что как это вписывается в нашу охранную зону. Есть такой момент. Он вписывается, нет? Так точно. И там есть вопрос про кофе как раз. Давайте так. В принципе, мне эта схема нравится. Тем более, если есть частный инвестор, который готов вложить, значит, это бы, на самом деле, это новые услуги. Ведь, в принципе, проехать на вагончике, посмотреть весь город, даже не в плане только, ну и транспортной доступности. С другой стороны, и туристический интерес будет огромный. Как бы эта тема есть, значит, мы услышали, в ближайшее время мы вам обязательно сообщим, значит, вот наш коллега господин Калинкин вместе с Сафиным отработайте, доложите. Потому что мне об этом рассказывали, значит, я, вот, мое понимание, если это будет не нарушать наш архитектурный облик, то есть, есть некие требования охранной зоны, никаких вопросов не должно быть. У нас там площадку мы можем найти, с той стороны вообще проблем нет, с этой стороны, я думаю, тоже мы найдем платформу, откуда вы будете стартовать. Это будет такое интересное решение, в том числе и для туристов.